На торжественной церемонии награждения, посвященной 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры, присутствуют Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге Александр Владимирович Харлов Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Владимировна Комарова Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры Борис Сергеевич Хохряков Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, уважаемые гости. Начинаем торжественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, почетной грамоты президента Российской Федерации, благодарности президента Российской Федерации, Наград Ханты-Мансийского автономного округа Югры, посвященную 90-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев. Уважаемые друзья, сегодня торжественный и знаменательный день. Ханты-Мансийский автономный округ Югра отмечает свое 90-летие. Разрешите огласить приветствие президента Российской Федерации жителям Югры. Дорогие друзья, поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Вы по праву гордитесь родным Югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле. И, конечно, своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и поселки, упорным созидательным трудом укрепляли экономическую мощь страны. Отрадно, что нынешнее поколение жителей стремится внести свой весомый вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа. И ваши достижения тоже впечатляют. Один из основных нефтегазовых районов России, Ханты-Мансийский автономный округ обладает колоссальным производственным технологическим кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере. Совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я присоединяюсь к словам главы государства и сердечно поздравляю присутствующих всех жителей округа с юбилеем. Сегодня мне предстоит выполнить приятную и торжественную миссию вручить государственные награды. Символично, что большинство награжденных из вас – врачи и медсестры. Двое из вас удостоены Ордена Пирогова. От имени главы государства и от себя лично сердечно поздравляю награждаемых. От всей души желаю вам новых побед и достижений и дальнейших успехов в работе. А теперь предлагаю перейти к официальной процедуре награждения. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены. Екатерина Ильинична Сайфулина, врач-инфекционист инфекционного отделения номер 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Сургутская окружная клиническая больница, город Сургут. Вадим Агатович Фадхулин, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Нефтеюганская окружная клиническая больница имени Виктории Ивановны, Яцкиф, город Нефтеюганск. Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены Елизавета Раджабовна Магомедова, заведующая отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Сургутская окружная клиническая больница, город Сургут. Марина Аркадьевна Собина, врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Нефтьюганская окружная клиническая больница имени Виктории Ивановны Яцкиев, город Нефтьюганск. Светлана Ивановна Шандра, главная медсестра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Нижневартовская городская больница, город Нижневартовск. Благодарность президента Российской Федерации объявлена. Людмиле Викторовне Новожиловой, заведующему отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Сургутская окружная клиническая больница, город Сургут. Ларисия Дарвиновна Оставчук, главная медицинская сестре бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Нефтьюганская окружная клиническая больница имени Виктории Ивановны Яцкиев, город Нефтьюганск. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Дорогие друзья, поздравительные телеграммы с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры поступили от председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, АПЛОДИСМЕНТЫ Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Владимировна Комарова АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые земляки. Еще раз приветствую вас, Владимир Владимирович. Огромное спасибо за ваше личное поздравление, за поздравления от президента Российской Федерации, от всех югорчан. Спасибо огромное Михаилу Владимировичу, Валентине Ивановне и Вячеславу Викторовичу, всем-всем, кто нашел минутку и поздравил югорчан с юбилейным днем рождения. Я тоже поздравляю вас всех, уважаемые земляки, с 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Передаю для вас личное поздравление Александру Васильевичу Филипенко. Он просил передать. Передаю. В этот день мы по традиции чествуем югорчан, чей труд, соединенный с талантом, любовью к родной земле, определяет облик нашего региона. Края сильных духом, горячих сердцем людей. Звание почетного гражданина Югры присвоено Борису Сергеевичу Хохрякову. 45 лет трудового стажа, из которых 20 лет отдана геология, 25 лет политики. В должности председателя Думы о Югре Борис Сергеевич выстроил эффективную работу парламента. Его инициативы и решения, принятые для развития региона, воплощены в жизнь. Уникальны. Марий Сергеевич – яркий, авторитетный политический лидер, для которого Югра стала местом личного и профессионального успеха. Сергей Петрович Маненков с 2005 года возглавляет один из передовых муниципалитетов нашего региона – Белоярский район. Благодаря его талантливым управленческим решениям люди объединяются, район добивается высоких показателей социально-экономического развития, становится полигоном обкатки уникальных проектов регионального федерального масштаба. Хочу заметить, что Сергей Петрович из действующих ныне руководителей муниципалитетов со стажем больше, чем 29 лет, возглавляя муниципалитет Белоярского и Белоярского района. Такой муниципал Муниципалович. Спасибо вам большое. Наш региональный. Отмечу вклад в развитие социальной сферы Югры в Дело защиты прав человека, работу Натальи Васильевны Стрибковой. Отстаивая интересы югорчан, она помогла тысячам земляков. За развитие культуры малочисленных коренных народов Севера премии Ханты-Мансийско-автономного округа Югры удостоена Альбина Романовна Станиславец. Она автор уникальных школьных учебников по мансийскому языку с 5 по 9 класс. Ее работа – неоценимый вклад в сохранение и развитие мансийского языка, важнейшей составляющей культуры коренных народов Севера. Спасибо. Награждены медалью «Материнская слава» замечательные мамы Елена Борисовна Кунева, Дудо Резоевна Тиберия. Каждая из них воспитывает 5 детей. Их семьи большие, дружные, творческие, со своими традициями, твердыми моральными устоями. Уважаемые земляки, вы яркие представители, самые яркие представители на сегодняшний день, большой югорской семьи, патриоты, новаторы. Ваши личные достижения – это общественные достояния. Спасибо вам от всех югорчан. С днём рождения, дорогая Югра. Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры Почётное звание «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Сергею Петровичу Маненкову, главе Белоярского района. «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа Югры» Два года, говорит, украли. Исправляясь, плюс два года, 29 плюс два года, это важно. Сергей, ну, вы не об этом хотели сказать. Прошу. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, Наталья Владимировна, коллеги. Я, во-первых, хотел бы слова благодарности сказать, кто виноват. В первую очередь, виноваты мои жители Белоярского эксклюзивного района, которые, они много работали, чтобы меня как главу, отработав 31 год главой, заметили. Наталья Владимировна, спасибо вам за поддержку. По крайней мере, мы, жители Белоярского, делаем всё для того, чтобы обустроить качество жизни в крайнем севере Югры. Я благодарен вам за то, что мы действительно уже сравнительно давно стали таковым. Я благодарен за вашу инициативу, что вы выдвинули меня. Всё это прекрасно понимаю. Как вы сказали, что я уже муниципал с муниципалов. И, по крайней мере, уверен, что действительно Югра сегодня такова, что её не любить просто невозможно. Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех, кто сегодня будет награждён, и на награждение ещё будут, пожелать всем счастья, здоровья, долголетия и, наверное, гармонии в нашем многонациональном доме, который носит прекрасное имя Югра. Берегите, давайте вместе беречь Югру. Она у нас такая одна. Почётное звание. Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа Югры присвоено Борису Сергеевичу Хохрякову, председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Уважаемая Наталья Владимировна, уважаемый Владимир Владимирович, я искренне благодарю вас за высокую оценку моего труда и труда, наверное, очень многих людей, которые работали со мной вместе практически за полвека нахождения и жизни здесь, в нашей Югре. Югра, на самом деле, это уникальный край, об успехах и достижениях которых знают далеко за пределами России, в мире. Но, конечно, самое главное, достояние Югры – это и гордость, это люди, люди, которые оставили свой след в истории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. На самом деле, таких людей, их имена, фотографии, биографии можно увидеть на аллее почётных граждан Ханты-Мансийского автономного округа. И на самом деле, это не просто имена, это вехи в истории развития Югры. Поэтому, честно говоря, для меня быть в когорте, в плеяде этих людей – очень большая честь и ответственность. Спасибо, Наталья Владимировна, спасибо всем югорчанам, с праздником, всего самого доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые друзья, земляки, уважаемые гости. Наверное, не случайно и очень символично то, что день рождения автономного округа совпадает с Международным днём прав человека. В Югре очень много делается для того, чтобы главные постулаты Конституции Российской Федерации трансформировались в народно признанный бренд Югра – территория прав человека. Благодарю вас, Наталья Владимировна, всех жителей Югры за признание моего труда. Служу Югре, служу каждому человеку нашей замечательной земли югорской. С праздником вас! Медалью Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Материнская слава» награждены Елена Борисовна Конева, многодетная мать, достойно воспитавшая пятерых детей, город Ханты-Мансийск. Додо Резуевна Титберия, многодетная мать, достойно воспитавшая пятерых детей, город Ханты-Мансийск. За значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, возрождение и развитие культуры малочисленных народов Севера премия Ханты-Мансийского автономного округа Югры за развитие культуры малочисленных народов Севера присуждена. Альбине Романовне Станиславец, заведующему национальным отделением, преподавателю автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж, город Ханты-Мансийск. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Дорогие друзья, в день 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа Югры с нами на связи в режиме ВКС главы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа. Наталья Владимировна, если позволите, я приглашу вас вновь. Приветствуем губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова. Уважаемые друзья, уважаемая Наталья Владимировна, уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа Югры, примите самые искренние и сердечные поздравления сегодня, в ваш 90-летний юбилей от нашего региона. Я знаю, что северяне-то особые люди, заявляют вполне ответственно, потому что сам заканчивал среднюю школу недалеко от Нижневартовска, затем 9 лет жил и работал в городе Нефтьюганске. Для меня название всех городов вашего округа – это знакомые и родные имена. Ну и, конечно же, отрадно, что эти города были созданы практически за несколько десятилетий. Сегодня их проживают сотни тысяч людей, функционирует инфраструктура мирового уровня, помогая жить и развиваться в нашей стране. Я также, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить присутствующих на празднике Дмитрия Андреевича Артюхова и жителей Ямала-Несского округа. У них сегодня тоже праздники, я так знаю, что тоже 90 лет. Дмитрий Андреевич, вам тоже огромное слово благодарности от меня, от жителей Курганской области за наше плотное взаимодействие с вашим округом. Я хотел бы тоже отметить, что огромное количество жителей Курганской области живут и работают в обоих округах. Они являются серьезным подспорьем для развития ваших территорий, наших территорий. Курганской области работают во всех сферах жизни, в социальной сфере, в экономике и вносят свой посильный вклад в развитие ваших территорий. Им тоже желаю сегодня большого здоровья, удачи. Но вас еще раз праздником, друзья, спасибо за помощь и поддержку. И, конечно же, и обоим губернаторам, и всем жителям ваших округов самое главное – здоровья. Спасибо вам, друзья. Благодарим вас, Вадим Михайлович. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна, уважаемые жители Югры, дорогие земляки. Я хочу сердечно поздравить вас с 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Это действительно уникальный регион во всех отношениях по экономическим показателям, по богатству недр, силе характера, духу, таланту и трудолюбию людей. Для меня успехи Ханты-Мансийского округа наполнены глубоким личным смыслом. Это моя малая родина, здесь я родился, вырос, здесь началась моя трудовая карьера. И мне очень приятно видеть сегодня, как развивается Югра, как сегодня реализуются национальные проекты, программы, какая современная и качественная инфраструктура сегодня создается для жизни людей. Нашу область и Ханты-Мансийский округ связывают не только добрососедские отношения, но и взаимовыгодное сотрудничество. От года к году растет товарооборот между нашими регионами, реализуются совместные инвестиционные проекты. Югра – это главный поставщик дизельного топлива, поставка бензина. Мы поставляем нашим соседям металл, строительные материалы, машиностроительную продукцию, медицинское оборудование, продукты питания. В наших вузах и колледжах обучаются жители и студенты из Ханты-Мансийского автономного округа. Продолжает развиваться и практика стажировок медицинских специалистов, культурных обменов. В общем, мы живем обычной добрососедской жизнью и желаю, чтобы и дальнейшее развитие сотрудничества между Свердловской областью и Ханты-Мансийским округом развивалось так динамично, как развивается она сегодня. Еще раз, Наталья Владимировна, поздравляю вас с 90-летием, поздравляю всех жителей, дорогих земляков и желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых успехов в начинаниях на благо родного округа и на благо всей страны. С праздником вас! Спасибо большое, Евгений Владимирович. Губернатор Тюменской области Александр Викторович Мор. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Наталья Владимировна, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Эта дата 10 декабря 1930 года дорога всем, чья судьба так или иначе связана с удивительным и прекрасным северным краем. За короткий, по меркам истории, срок на этой холодной, но щедрой земле прошли такие преобразования, на которые многим странам потребовались века. Среди болот, тундры, непроходимой тайги выросли города и поселки, созданы современные предприятия, построены аэропорты и мосты, проложены автострады, железнодорожные пути и сотни километров тубопроводов, по которым доставляют нефть и газ, добытые из богатых недр сибирской земли. Но главное богатство Югры – люди, которые сотворили это чудо. Это они, первопроходцы, геологи, строители, нефтегазодобытчики, транспортники. Несмотря на суровые морозы, бытовые трудности, бездорожье, практически с нуля создали уникальный западно-сибирский топливно-энергетический комплекс. И прежде всего в эти юбилейные торжества мы отдаем дань уважения и благодарности тем из них, кого уже нет с нами, и тем ветеранам, которые сегодня в строю и передают свой опыт молодому поколению северян. Огромная заслуга нынешнего поколения жителей автономного округа, продолжающих славные традиции первопроходцев, в том, что это уже они вывели Югру в число наиболее экономических и социально развитых регионов России. Тюмень и Югру объединяет общая история, прочные добрососедские отношения и плодотворное сотрудничество, которое помогает реализовать множество масштабных совместных проектов, улучшающих жизнь и благополучие земляков. В знак нашего добрососедства примите подарок от Тюменской области детям Ханты-Мансийского автономного округа. У меня в руках сертификат на 90 путевок для игорских ребят в один из наших лучших детских центров – Ребячья Республика. Здесь можно и отдохнуть, и многому научиться. Нашим юным гостям хочу пожелать приятного отдыха. Мы ждем вас в Тюмени. Уважаемые жители Югры, еще раз поздравляю вас с юбилеем. От всей души желаю здоровья, мира, процветания, счастья и дальнейших достижений на благо Ханты-Мансийского автономного округа Югры, на благо нашего Отечества. Спасибо, Александр Викторович. Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Дорогие друзья, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Наталья Владимировна, уважаемые жители Югры, поздравляю с юбилеем Ханты-Мансийского автономного округа. За 9 десятилетий пройден большой путь. Он начинался с поселков на берегах рек и стойбищ оленеводов на бескрайних просторах Югры. Значительный импульс развития Ханты-Мансийский автономный округ получил вместе с освоением богатейших нефтегазовых месторождений. Сегодня, несмотря на северный статус, мы знаем Югру как регион с комфортными городами, сильной экономикой, наукой, социальной сферой. Я сам не раз бывал на Югорской земле, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Радужный. Я вспоминаю все свои поездки с огромным удовольствием и надеюсь, что еще не раз могу побывать на Югорской земле. Считаю очень важным, что жителям Югры удалось в современном ритме жизни сохранить самобытную культуру северных народов и исконные традиции русского гостеприимства. Наши регионы связывают давние дружеские, партнерские отношения. В прошлом году мы с Натальей Владимировной подписали соглашение о сотрудничестве, которое наполняем полезными делами в интересах наших людей. Активно сотрудничаем в экономической сфере, обмениваемся молодежными и спортивными делегациями между Челябинском и Сургутом. Хорошие перспективы видим в совместной работе в IT-секторе. У нас много планов и возможностей для реализации больших общих проектов на благо Уральского федерального округа и всей нашей страны. Уверен, что дальнейшая дружба и сотрудничество Южного Урала и Югры будут крепкими и плодотворными. Желаю всем жителям Ханты-Мансийского автономного округа Югры новых успехов, доброго здоровья, благополучия и процветания. С юбилеем! Спасибо большое, Алексей Леонидович. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов. Уважаемая Наталья Владимировна, дорогие югорчане, мы самые родные регионы. Мы даже родились в один день. Игра наша старшая сестра и мал-северный брат. И все эти 90 лет мы идем вместе. Идем очень успешно и вперед. Мы всегда связаны нашей общей историей. Это не только доброе соседство, это общие интересы, героизм первооткрывателей нефтегазовых промыслов. Этап постановления наших регионов, наших городов также были вместе. И, конечно, связывает уникальная культура народов севера. В Югре живут замечательнейшие люди. Бережно сохраняется историческое наследие, которыми городится вся наша страна. И создается энергетическая мощь нашей России. Ваш округ, безусловно, один из лучших регионов России. Желаю искренне Югре двигаться дальше, только вперед, так же успешно, как и всегда. А жителям нашего родного региона счастья и благополучия. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Дорогие югорчане, земляки. В день 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа Югры позвольте презентовать вам песню «Югра нас объединила», которая была признана победителем конкурса «Югра, ты прекрасный наш дом». Эта песня о каждом из нас. Именно мы каждодневным трудом своим вносим лепту в развитие и процветание родного региона. Снегами укутаны все леса. Югра — это земля, попутный ветер морей, страна, где много солнечных дней с собой, на веки наши сердца Югра. Мы вместе, мы люди планеты, мы сила великих моментов Югра. Югра нас объединила. Мы вместе, мы люди планеты, мы сила великих моментов Югра. Югра нас объединила. Югра нас объединила. Югра нас объединила. Не в недрах богатства родной земли, не в недрах моей земли, а в людях, что дом свой здесь обрели. Югра — это земля, что подарила мне кровь, страна, где воцарилась любовь с тобой, на веки связан душой Югра. Югра нас объединила. Мы вместе, мы люди планеты, мы сила великих моментов Югра. Югра нас объединила. 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 Планеты мы сила, великих моментах Югра нас объединила. Мы вместе, мы люди планеты, мы сила, великих моментах Югра нас объединила. Югра нас объединила. Югра нас объединила. На этом торжественная церемония награждения, посвященная 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры завершена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok